В пятницу, 27 марта, официально опубликовали распоряжение губернатора с полным списком заведений, которые перестанут работать в Рязанской области в выходную неделю. Так, с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливают деятельность набережные, скверы, парки, торговые развлекательные центры, торговые места на рынках, парикмахерские, массажные салоны красоты, косметические кабинеты, спа, бани и сауны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, за исключением доставки работы на вынос, а также кафе на предприятиях, стоматологии, за исключением экстренной или неотложной помощи, ночные клубы, дискотеки, детские игровые центры и комнаты, магазины, за исключением продуктовых. Как бы ни удавалось эффективно бороться с инфекцией, полностью отгородиться от нее не получится. Это объективно невозможно. Мы сумели максимально быстро привести боевую готовность к нашу систему оперативной медицинской помощи и профилактики. У нас получается работать организованно и эффективно, но ситуация постоянно меняется. Об этом вчера очень компетентно рассказал президент нашей страны. И, как вы знаете, глава государства принял целый ряд очень важных решений по реагированию и необходимым мерам социальной поддержки. Отметим, что работу продолжат супермаркеты, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, в том числе в супермаркетах заправки и магазины с кормами для животных. Что касается парков, пресс-службе администрации пояснили, что на входе появятся предупредительные таблички и оградительные ленты. Контролировать запрет на посещение зоны отдыха будет полиция. Я предполагаю, что некоторые люди во время объявленных каникул захотят выйти из дома, собраться и отдохнуть в общественных местах. А это, как вы понимаете, в сложившихся условиях опасно для здоровья и жизни всех без исключения. Мы также должны продолжать свое время предпринимать тяжелые, но жизненно необходимые меры ограничительного характера, чтобы максимально уменьшить опасность для всех жителей нашего края. Особо ответственно соблюдать меры карантина рекомендуется пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания. Список заболеваний, с которыми нельзя выходить из дома, уточнили в правительстве сегодня. Официальное распоряжение губернатора опубликовали в пятницу 27 марта. В список вошли сахарный диабет, хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктотическая болезнь, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек третьей-пятой стадии, разрешается выход для посещения больницы, онкология, злокачественное новообразование не распространяется на третью стадию. Напомним, запрет на выход из дома для рязанцев серьезными хроническими заболеваниями пенсионеров будет действовать до 14 апреля. Уважаемые рязанцы, я призываю вас в эти дни продолжить соблюдать все рекомендации, беречь себя и своих близких. Перемены коснулись всех сфер жизни без исключения. Главный – Рязанский военком. Владислав Деев рассказал о призыве в условиях угрозы коронавирусом. Он обратился к призывникам и их родителям, заверив, что военный комиссариат Рязанской области принял все профилактические меры по защите от распространения инфекции на территории призывного пункта и не допустит больных войска. Специалисты завершили первоначальную постановку на воинский учет рязанцев, достигших 17 лет. Все призывники прошли медицинское освидетельствование, для них определили степень годности к военной службе. Владислав Деев выразил уверенность, что накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне призывники рязанцы станут примером уважения третьего послевоенного поколения своих прадедов и выполнят свой долг гражданина. Он отметил, что отзывы из войск свидетельствуют, что солдаты рязанцы честно служат, проявляя при этом высокие боевые качества. Напомним, 1 апреля в Рязанской области начинается весенний призыв. Что касается рязанских школьников, ушедших на каникулы досрочно, их каникулы продлятся. В школах, профессиональных образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования Рязанской области с 30 марта по 5 апреля продлеваются каникулы. Об этом сообщает Рязанское Минобразование. С 30 марта по 3 апреля для педагогов объявлены нерабочие дни. В детских садах в это время тоже нерабочие дни. По информации Минобразования, обучение с применением дистанционных технологий начнется с 6 апреля. Кроме того, Минпросвещение России решило перенести основные сроки ЕГЭ. Экзамены начнутся 8 июня. Нового графика проведения ЕГЭ на момент публикации новости нет. Ранее в Госдуме предложили перенести экзамен на август. Продолжение следует...